Репетиции, драмы и комедии, споры, серьезные постановки. Вот только все это не на столичных подмостках, а на сцене обычного сельского Дома культуры. Руководит этим оазисом Мельпомены в глуши. Не кто-нибудь, а заслуженный артист Украины, актер театра имени Ивана Франко. Он специально приезжает из Киева на репетиции в село. Сейчас ставит шукшина. Видела Инна Белецкая. Это еще не репетиция, а только разогрев. В кои-то веки собрали всей труппой, не вышли в поле, не погнали коров на пастбище. Эти люди позволили себе невиданную роскошь во время жатвы играть в театре. Паракол! Забери меня! Забери меня с того города! Этими актерами-любителями руководит настоящий профессионал. Это ваша собранность и эта энергия, которая передается в зал, и что вы сконцентрованы и готовы. Шукшин близок им по духу. Даже девятиклассник Сергей вжился в роль Юрки, который открывает обычному старику глаза на науку. А знаешь ты, когда академик Павел умирал, он скликал до себя всех студентов и начал диктировать, как он умирает. Может, как я вырасту, выучусь, мне нужно будет играть на высшей сцене, если я этого достигну. И нужно начать с меньшего. Десятки ролей в столичном театре имени Франко гастроли по всему миру и признание. Но при малейшей возможности он едет в родное село, на сцену, с которой начинал. Я раптом почувствовал сегодня врань, что я приезжаю сюда, я остался тем самым дворечным хлопчиком, который хочет домой. После репетиции актеры бегут по делам, помогают друг другу, чтобы дома не сердились за необычное для селян увлечение. На репетиции мы собираемся в вечерний час, а в день, если позволяет погода, то мы стараемся другому думать, что жнива, такая горячая пора. Светлана отпросилась с работы в сельсовете и не успела подоить корову. Учить роль приходится просто в хлеву. Единственная зрительница здесь – корова черная. Хожу вот так, бля дома, спеваю, рассказываю выставу, потом-то я до кого-то говорю, а я сама с собой, чтобы слова выучить. Пів другої ночи. Ей пять годин, треба уже вставати. Пів другої ночи. Я звідси – Света, Света! Ей треба выходить. Говорю, Патруф, я заснула. Через две недели здесь премьера, а значит задумка до начала спектакля, зал до отказа заполнят зрители. Люди оденут лучшие наряды и приедут на телегах и велосипедах за десятки километров, чтобы плакать и смеяться вместе с шукшинскими героями. Будет много цветов и продолжительные овации. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Полынская область.